Сейчас я расскажу очень много интереснейшей информации из сети. Шотландия присоединилась к группе стран, решившихся на экспериментальное исследование концепции безусловного базового дохода. В результате сразу четыре местных совета стали победителями гранта в размере 250 тысяч фунтов, объявленного шотландским правительством для внедрения такой модели в реальную жизнь. Государство будет пробовать разные подходы к тому, чтобы обеспечить граждан минимальным доходом вне зависимости от социального статуса, занятости и любого другого фактора. Сейчас подобные эксперименты проводятся в США, Финляндии, Канаде и Германии, как на государственной дотации, так и при участии частных инвесторов. Поводом для тестирования концепции безусловного базового дохода на практике стала автоматизация производства, которая хоть и замедлилась, но все равно продолжается. Государство пытается адаптировать свою социальную политику к ситуации, когда большинство рабочих мест будет занято машинами и множество людей лишатся работы. Шотландское правительство уверено, что эта идея требует глубокого рассмотрения, как заявила первый министр Николай Стерджин. Джейми Кук, директор Королевского общества поощрения искусств, производства и коммерции, говорит, «Это значимая возможность для Шотландии стать глобальным лидером в социальных инновациях, а работая вместе с другими первопроходцами над внедрением безусловного базового дохода, как ответа на насущные проблемы современности». Идея безусловного базового дохода заключается в том, чтобы каждый гражданин получал доход независимо от того, работает он где-то или нет. Таким образом, любой гражданин может заниматься любимым делом, не отвлекаясь на зарабатывание денег для проживания. Эта концепция имеет так как сторонников, так и противников. Сторонники уверяют, что внедрение безусловного базового дохода вместе с реформированием системы социальной помощи и налогообложения может дать позитивный эффект для экономики. В то же время критики настаивают на необходимости зарабатывания денег для проживания. В ходе социального эксперимента пенсионеры будут получать 150 фунтов в неделю, работающие взрослые 100 фунтов, а дети до 16 лет 50 фунтов. Несмотря на широкую поддержку этой инициативы со стороны почти всех шотландских партий, уникальная ситуация для Европы без критики тоже не обошлась. По их подсчетам, эта политика обойдется шатании в 12,3 миллиарда фунтов в год, что подорвет экономику региона. Сторонники реформы, однако, возражают, а новая система предполагает отмену разнообразных льгот и социальных выплат, а также изменение налогового законодательства, что позволит наоборот сэкономить деньги. Выступая на международной экономической конференции, Николай Стерджин заявил, Возможно, окажется, что это не ответ, что это не рентабельно. Но поскольку работа и трудоустройство меняются буквально на наших глазах, я считаю, очень важно сохранять открытый подход в отношении разных способов поддержать людей, желающих полноценно участвовать в новой экономике. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте, так что подписывайтесь.